Также на личный прием к Александру Бастрыкину обратилась женщина из Саратовской области. Она пожаловалась на то, что до настоящего времени не установлено местонахождение ее мужа, пропавшего в 2012 году. По мнению заявительницы, допрошены не все свидетели преступления и не выполнены следственные действия. Председатель СК России отметил ненадлежащую работу криминалистов по данному уголовному делу и принял решение о передаче дела для дальнейшего расследования в центральный аппарат. Я очень приемом довольна. Дело изъяли из Саратовского следственного комитета. Забирают в Москву. Я надеюсь, что будет все хорошо. 17 июня 2012 года, примерно в 4 часа дня, в кафе «Околицу» на такси подъехал Игорь Егоров. По рассказам таксиста, он вышел из машины, подошел к воротам и вошел в кафе. Больше его никто не видел. Бывший начальник наркоконтроля Ртищевского района пропал словно иголка в стоге сена. С тех пор он уже год числится в списке пропавших без вести. Одним из тех, кто занимался розыском пропавшего Егорова, был Герман Боровик, который с особенной тщательностью подошел к расследованию данного дела. Однако, спустя некоторое время, по непонятным причинам, Боровика отстраняют от должности, а в деле Гичханова он неожиданно из свидетеля превращается в обвиняемого. Он поставил в 16-й гараж, он сел на такси, он его довез до кафе «Околица» и все. Телефон его не отвечал с этого момента. Я звонила всю ночь. В 19-й я обратилась за заявление в нашу полицию. Мы нашли сами того таксиста с моим знакомым. Привезли его. Он сказал, что да, вот я его забрал, довез до кафе «Околица». По дороге у них был разговор, что он едет в кафе «Околица», что там намечалась выпивка. Он прям таксисту говорил конкретно, но этого материала дела нет. Что он ехал туда выпивать. С кем известно? Ну, с кем известно. Потом, когда я общалась с друзьями, я так знала, что там должен встретиться был и Панкратов, начальник нашего следственного комитета в городе Артищево, и табаков. Они собирались там попить кофе, но сказали, что не смогли туда приехать. Последние звонки были тоже с Анисяном. Анисян – это владелец кафе «Околица». Анисян все отрицает от при графического обследования. Он отказался категорически. Первая реакция Панкратова, которую так часто, видела я его, и он меня знает. Когда я пришла, он мне такой задал вопрос. Я говорю, вы знаете, Игорь пропал. У него реакции было вообще ноль. Может, он уехал на рыбалку? Может, он уехал к сыну? Я говорю, что значит, может? Он не ночевал дома, не отвечать на телефон. Такого быть не может. Вы что мне говорите-то? А что ты хочешь? Ты хочешь меня уволить с работы? Я не поняла. Все сотрудники были в шоке от того, от его этого. Это неадекватная была реакция. До сих пор я это помню. Прямо вот как будто он к этому был готов и знал это вообще. Неестественно. Неестественно очень. Алло. Алексей Викторович? Да. Добрый день. Это вас беспокоит медиахолдинг «Взгляд» саратовский. Елена Баланин, журналист. Вам удобно говорить? Что хотели вы с меня услышать? Знаете, есть такая информация, что вы с Егоровым были знакомы, дружны, что накануне вы с ним виделись, были на рыбалке, потом в день исчезновения разговаривали с ним по телефону. Можете рассказать хотя бы, о чем вы говорили, что было за разговор? Ничего прокомментировать не могу. А почему? Ну, потому что. Ну, вы же были с ним дружины, вы же знали этого человека, правильно я понимаю? Ну, знал, знал этого человека. Все показания, которые от меня требовались, я все дал, все находятся в уголовном деле. Ну, это мы не сомневаемся в этом. Ну, просто расскажите нам, такая странная ситуация, вот был человек и не стал человек. Куда вот человек исчез? Ну, сами не знаем, сами в шоке. Просто вы были одним из немногих, кто с ним говорил в этот день, вот в день исчезновения, поэтому просим вас как-то вот внести хоть какую-то ясность. Ну, ясность в том, что я с ним разговаривал, я никак не внесу, для того, чтобы его найти. Как пошло расследование уголовного дела и на каком этапе оно сейчас? Если честно, то никак. У нас ведет его уже третий следователь, ниоткуда никакой вот помощи, никакой зацепки. Все наоборот ставят палки в колеса. Никто не хочет заниматься. Никто не хочет меня видеть, слышать. Вообще никто. Как вам кажется, связано ли отстранение от должности Боровика с исчезновением вот вашего мужа? Ну, я думаю, что связано. Да, я думаю, Герман Боровик один человек из тех, который пытался докопаться до истины, но ему помешали, потому что он тоже как будто перешел кому-то дорогу. И поэтому, я думаю, что это связано, потому что он пытался мне помочь, еще пытался Трабухин помочь. И все это было сделано для того, чтобы не нашли моего мужа, не узнали правду, а просто отстранили Герман от дела все. Ну, Игорь, Егоров Игорь Владимирович я знаю, потому что я работал в наркоконтроле под его руководством 4 года. С ним хорошо знаком. Когда он пропал, это было в июне 2012 года, как раз после инцидента в Звичханово, я был в отпуске. Когда приехал в город Ротещево и узнал о том, что он пропал, начал по роду своей службы, стал заниматься розыском Егорова. После был отстранен от занимаемой должности в связи с тем, что предъявлено обвинение в статье 286. Якобы я нанес телесные повреждения. Это превысило должностные полномочия отношения к Герману. Связано ли ваше уголовное дело с делом Егорова? Каким-либо образом? По вашим наблюдениям, по гадкам? Раньше я об этом не думал. То, что мое отстранение от должности и привлечение меня к уголовной ответственности может быть связано с расследованием уголовного дела по исчезновению Егорова. Но когда, если сопоставить факты, то, возможно, кто бы ни стоял за упорными попытками посадить Барвика, Абу Гичханов и его покровители, или люди, причастные к исчезновению Игоря Егорова, складывается четкое ощущение, что попытки эти далеко не случайны.